Привет, друзья! Это Егоров и Медиа Сандали. Специальный выпуск. В главных ролях Михаил Литвин, его команда Лит Энерджи, Николай Осипов, Дмитрий Картавов, ну и немного все остальные, например, Тудротс, Абкалова или Брулки. Ну, больше, наверное, даже Тудротс. Полные трибуны я показал неспроста. Все дело в том, что на последний матч Лит Энерджи Михаилу Литвину удалось собрать полный стадион Москвич. Это намного больше, чем болельщиков Абкалова на игре с Титаном. Это намного больше, чем болельщиков Тудротс на игре с Fight Night. А Тудротс по этому показателю особо никто не превосходил. О чем это говорит? Ну, о том, что, наверное, сейчас Михаилу Литвину пока интересно играть в Медиа Футбол. Зашел он сюда серьезно, потому что, когда он заходил с Сахалинцем, то было видно, что реклама он иногда перед матчами особо не оставляет. И что он стал уже по большей части от совмещения второй лиги и медиафутбола. А сейчас как будто бы надолго. Конечно, я главный фронтмен, брат. Я привожу людей. И это нормально. Я развиваю индустрию и знакомлю свою аудиторию с Медиа Лигой. Неужели за это нельзя сказать спасибо? Зачем за это хуесосить? Мне кажется, Николай Испов понимает, что Михаила Литвина надо какими-то всеми способами здесь задержать. Потому что, ну, все-таки, один из самых популярных у народа российского блогера. Но в таком случае Медиалига имеет право, я считаю, идти навстречу людям, дающим дополнительные инфоповоды и вовлеченность аудитории в то, что они делают. А вот какими способами это удержание делается, мы сейчас с вами и поговорим. А также поговорим о регламентах и о том, кто же все-таки сейчас главнее. Кажется, что главнее Литвина? Ну, конечно, брат, мне что, может, из команды уйти или извиниться за то, что я в Литэнерже? Конечно, я главный фронтмен, брат, я привожу людей. Почему никого нет главнее Литвина? Ну, я думаю, что все очень просто объясняется. Во-первых, Михаил Литвин сразу получает матч в Лужниках. При том, что Николай Испов начинает объяснять, что на самом деле Михаил Литвин получил матч в Лужниках из-за того, что броки отказались играть в субботу и в воскресенье. Хотя броки могли понять, пройдут они дальше в кубке или нет. За неделю до этого. И сыграть они должны были с родиной медиа. Но, объективно, на них бы пришло меньше людей, чем на новый клуб Михаила Литвина. Поэтому финалистами Суперкубка МФЛ, которые давно в Лиге, которые, в принципе, в первом сезоне Лиги внесли, ну, огромный, как мне кажется, вклад в раскрутку всего, что происходит вокруг. Потому что, ну, при довольно мягких дротах в тот год, ничего круче, чем противостояние Броуков и тогда еще команды на спорте, Райзена, Текила, Олега Майами, Тегиева и так далее, чего круче не было. Именно тогда вот Медиалига взрастила первые десятки тысяч своих подконников. Ну, неважно, в общем, не получилось у Броуков с родиной медиа сыграть в Лужниках, потому что, да, поставили матч Литвина с Лит Энерджи. Люди действительно пришли, было не так, чтобы прям супер много, но тысяча пятнадцать, наверное, собралось. Пришло бы на бронху с родиной медиа больше, я думаю, что нет. Так вот, эту историю оставим. Но просто сам факт, да, что Михаил Литвин первый же матч команды Лит Энерджи сразу получает в Лужниках. То есть, вот какой у тебя вклад был в Лигу, чтобы получить первый же матч в Лужниках? Да никакого. Это говорится о том, что, Миш, пожалуйста, зайди сюда, мы тебя здесь будем любить, и оставайся здесь как можно дольше. Но это и по-бизнесовому правильно, потому что потом ты фотографии партнера можешь показать, смотрите, сколько людей пришло в Лужнике. Хотя, повторюсь, по-прежнему, самый посещаемый матч в истории медиа-футбола, это даже не Амкау Тудроц и, естественно, не Лит Энерджи и Скоросток, а, по-моему, Бруки Тудроц, или Тудроц Бруки, который состоялся месяц назад. Там было 30 тысяч в канале медийных футбольных рейсов. Ну, это ладно, это частный пример, а вот куда более интересный случай, это дело Рената Васиченко и Миллиона. Я ничего не могу сказать. Но разберем, кто такой Ренат Васиченко. Ренат Васиченко – это прикольный парень, который когда-то был вратарем, потом стал нападающим, и он долгое время выступал за сахалинец Литвина. Он такой кудрявенький, веселенький, такой открытый паренечек, и был одним из самых ярких представителей того сахалинца. Соответственно, когда Михаил Литвин наигрался в медиалеге со своим же сахалинцем и закончил выступление этой команды в турнире, так же, как, в принципе, сахалинец, насколько я понимаю, прекратил свое существование, то Ренат Васиченко пошел в другие клубы. Сначала было какое-то время в Тудроц, потом его забрал Скоростов. У Скоростов, как мы знаем, очень высокие зарплаты. Временами там в районе до 200 тысяч они могли доходить. И у Рената Васиченко был, я так понимаю, продолжительный контракт с футбольной Кузовской. Но вот сейчас, когда Литвин же заходит в Лигу, и Михаил Литвин предлагает Ренату Васиченко спор перед матчем как раз со Скоростовым Бастой. Если вы выигрываете нас, я тебе прихожу вот так вот и миллион наличкой даю. Было дело? Было. Какие я условия поставил, если мы выиграем? Если вы выигрываете, я перехожу на полгода играть бесплатно в Лигу Нашу. Ты согласен с этим спором? Дай мне три дня. Чтобы вы понимали, регламент Лиги позволяет совершить такой переход только после пятого тура и то, если Скоростов согласится. То есть, скорее всего, в начале только следующего года. Но сам факт смущает представителей Скоростов, как так наш футболист на данный момент принимает спор и спорит на то, чтобы уйти из наших команд. То есть, какое его отношение к нашей команде? Ну, что скрывать? Я уверен, что это все произошло из-за спора. Я уже сколько раз об этом говорил. Ступают делать дисциплинарные санкции. И Ренат Васиченко отчисляется из футбольного клуба СКА Ростов. Ну, вот по какой-то, по такой причине. Я знал, что если мы проиграем, игру поняли, что меня уберут сразу после игры. Вот это я знал. Но то, что мы выиграли, меня уберут. Честно, я об этом не догадывался. Когда я узнал, ну... Что происходит дальше? Дальше, внезапным образом, Ренат Васиченко отказывается уже на тренировке Лит Энерджи. А буквально через пару-тройку дней Николай Осипов заявляет в прямом эфире лиги, что сейчас приведет к голосованию. В случае согласия Де Медиа, команды соперника Лит Энерджи, ну и безусловно, при полном согласии и инициативе вообще со стороны Лит Энерджи, допускаю мысль о том, не разрешить ли господину Васиченко присоединиться к Лит Энерджи в боевом режиме завтра на игре против Де Медиа. Спрашиваю, что мне кажется, было бы правильным вообще эту историю дать на откуп аудитории, которая бы могла, например, проголосовать. Ну и дальше все идет по накатам. Я могу лишь предполагать, как это может произойти. Я могу предполагать, что Ренат Васиченко отдает тот самый миллион команде Скоростов как компенсацию за свой переход. Поэтому Скоростов может не противоречить Ренату Васиченко и его переходу. По отделам мне обидно, что меня вот так вышвырнули, когда сезон начался. Вот это мне обидно. Но я сегодня уже в другой команде и забиваю гол. Это может быть абсолютно неправильно. Может Скоростов просто говорит, да, ну, добряки. Ну, мы, он ушел и ладно. Мы разрешаем, тем более есть регламент. Де Медиа может забрать историю контента. И мы уже сразу понимаем, что у Де Медиа сейчас не супер какой состав. И может они невысоко оценивают Ренат Васиченко. И они хотят обменять на контент с футболистом Лит Энджи. Для них это сейчас важнее. Собственно, они могут менять все на что угодно. Ну, естественно, публика, когда у тебя в Телеграм-канале больше 200 тысяч подписчиков, естественно, ты можешь сделать три пост-голосования в странице Николая Усипова. Николай Усипов еще получит немножко подписчиков. Хотя вот на месте Николая Усипова это сделал так, я бы сказал. 50 тысяч подписчиков на моем канале, и Ренат Васиченко, я разрешаю ему переход в Лит Энджи заранее. Идеально бы сработало. Или 100 много? 60. Вот так, 60. То есть Николай здесь делал неправильно с этим голосованием. Еще раз, вместо того, чтобы проводить голосование, которое не имеет смысла, потому что Лит Энджи набрал бы достаточное количество голосов, чтобы этот опрос стал легитимным, лучше, повторюсь, нужно было сделать опрос и 60 тысяч подписчиков на странице Николая Усипова. Вот, надо было, я думаю, делать вот так. Ну, естественно, три коллектива согласились, и Ренат Васиченко, вопреки регламентам, перешел в Лит Энджи и в первом же матче забил команде Демеди. Опять же, уберем сторону Демеди, уберем сторону Скоросток. Дело в том, что регламент медийной футбольной лиги, и вообще календарь медийной футбольной лиги, подразумевает для 14 команд 8 матчей, где первая команда всегда играет 6-й, вторая с 5-й, третья с 4-й, седьмая с 8-й, девятая с 14-й, десятая с 13-й, одиннадцатая с 12-й. Ну, то есть, набирает, допустим, выигрывает команда в первом туре 7-0, и вот она на первом месте находится, а та, которая проиграла, на 14-м. И вот каждый тур, вот, идут такие перестановки, причем с 7-е с 8-м местом могут сыграть хоть 5 раз подряд, да, если всегда будут играть ничью и оставаться где-то в середине таблиц. Так вот, так как все играют не со всеми, то вот это решение дозаявить Рената Васиченко, оно больно, очень больно бьет по другим 12-й или 11-й, да, командам. Летен, ЖСКА и Демеди убирают, потому что, возможно, наличие Рената Васиченко и его мяч, забитый в ворота Демеди, он повлияет на распределение мест в группе ТАР, ведь это не плей-офф, где только Демедиа бы пострадала или ЖСКА, что какая-то команда не попадет дальше. Ну, просто не попадет, займет, допустим, Летен, ЖС 10-е место, какая-то команда 11-е, и все. Ну и все. По разнице одного забитого угла Рената Васиченко. А у других клубов спросили? Им спросили, нравится это? Не спросили. Ну ладно, не спросили бы, если бы всегда в медийном футболе трансферы и переходы вот так вот совершались в легкую. Но мы все помним прецедент, и почему я заявил сразу о Тудроц, прошлого года, когда Данил Крапивников был отчислен главным тренером из команды Тудроц. Когда была такая ситуация с Крапом, он сказал, что уйдет из лиги. Уйдет ли он из лиги сейчас? Мне кажется, тогда у Димы было больше аргументов на тему несогласия и желания отстоять свою правоту, и я на эту правоту пошел, потому что у него аргументов хватало. Ну то есть так же, как Ренат Васиченко. Ведь, повторюсь, мы могли бы сказать, что он у бедный парень, отчислили, он же ничего не сделал плохого, просто поспорил, вот зачем его было отчислять, поэтому нужно было ему действительно помочь, пусть вот он сыграет. По отделам мне обидно, что меня вот так вышвырнули, когда сезон начался, вот это мне обидно. Тудроц, главный тренер отчисляет Крапа. Крап видный представитель медиафутбольного сообщества куда более крутой, чем Ренат Васиченко. Крапа хотят подписать козлы. Крап не против. Более того, соперник козлов Лотус тоже не против, чтобы Крап сыграл против них. Более того, идет сезон до заявок, и трансфер Крапа просрочен только на один день. Это не уход из Тудроц, это не приход в козлы, это просто желание одних хайпануть на имени другого. И в этот момент, например, Дмитрий Картава, представитель Лики, главный по, в том числе, трансферным вопросам, говорит нет. Нет, потому что это будет совсем клоунадным. Ну, вчера играли одной командой, сегодня другой. Есть главное правило, есть трансферный вопрос, они для этого и созданы. Дмитрий Картава говорит, если Крап перейдет, то я уеду. Но при этом ты заявлял, что если Крап будет играть за другую команду, нету Дротс, то ты уйдешь. Да. Твои слова остаются? Не, я помню. Ну, да, да, да. У меня сегодня приезжает за мной такси в 10 вечера. На матч в 9. А, матч в 9. Поэтому, я думаю, мы поймем, уеду я на такси, либо останусь. Ну, я уеду. И Крап не переходит. То есть, сохраняется вот это главное правило. Что происходит сейчас? Подобного рода истории должны происходить, если в них есть здравый смысл, если в них есть логика, если в них есть, самое главное, человечность. Это профанация. Это вот, ну, допустим, мне, как представитель другого клуба, говорят, жри. А мне ничего не остается, кроме как жрать, потому что другой еды у меня нет. И завтра, может быть, перед третьим туром, мы возьмем и захотим сделать трансфер Мазура, проголосовав. Ну, или трансфер Николая Зирикова, тоже голосовав. А не сделать ли нам так? А давайте сделаем. И из этого я делаю вывод, хотя не только из этого, друзья, я уже сказал, да, про Лужники, про это. Я вот видел, что сейчас на поле, например, в составе Литенриджи вышел стример Равшан. Ничего не имею против Равшана, Литвина, тем более Станаса. Ничего не имею против. Только у нас Чапинкос тоже хотел выйти на поле в Медиалиге. И я хотел выйти на поле. Но нам сказали, без углубленного медицинского обследования нельзя. Ни в коем случае, да не бывает такому никогда. Есть правило. Равшана перед игрой не было даже в заявке. Я уверен, что никакой умолон не приходил. Уверен на все сто. Почему можно делать трансфер? Другим нельзя. А я спросил, может быть, все тогда сделаем по трансферу? Давайте, пойдем на это. Нельзя. Здесь и сейчас все, что делается, делается на благо всем. Важно, чтобы Михаилу Литвину здесь понравилось. Чтобы он здесь задержался как можно дольше. И важно, чтобы было желание у него заполнять дальше трибуны. Поэтому в Корее они огнем, эти правила. И вот мне еще что интересно. А Дмитрий Картава-то остается в линии? Мне кажется, до сих пор у него еще никто не спросил. Я думаю, мы поймем. Уеду я на такси, либо останусь. Не на пороге, либо больших структурных изменений. Но разберемся с этим. Это был Егоров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok